Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с мировыми новостями, что происходит в мире, еще несколько информации о Азербайджане, какие новости из Азербайджана и Армении. Курейна хочет купить у Израиля систему «Железный купол», ну, чтобы обороняться от российских ракет. В последнее время армия РФ стала бомбить мирные города. Да, недавно выпустил ролик, что был обстрел ракетами дальнего радиуса действия Киева. Так что Украина правильно уже хочет покупать систему «Железный купол». У Израиля, да, по информации есть такая противовоздушная оборона. Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов. Об этом заявил украинский посол в Израиле Евгений Корничук. По его словам, США не будут препятствовать этой сделке. Вот вчера, на прошлой неделе, насколько я знаю, американцы дали разрешение на передачу противоснарядных ракет из Германии в Украину, а Израиль сказал «нет». Добавил, что Берлин хочет осуществить передачу. Ну и вот еще Корничук сказал, что я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка. Нам нужен «Железный купол», который позволит нам спасти наших мирных женщин, детей от обстрелов российских ракет на нашей территории. Я знаю, что в Азербайджане есть тоже такой железный купол, охраняет по всему периметру город Баку. Помню, когда пытались обстрелять Искандерами, он помог Азербайджану. Ну вот теперь Украина тоже хочет такой купол, чтобы Киев, хотя бы основные города, я думаю, прикрыть от российских ракет дальнего радиуса поражения. Ну и вот Марков, есть такой политолог, сказал армянам, Путин сказал, Карабах – это Азербайджан. Сейчас ознакомлюсь с этой информацией. По мнению известного российского политолога, использование армянской оппозиции Карабаха как инструмента в конечном итоге ни к чему не приведет. Так, как передает Азербайджан, директор Института политических исследований Сергей Марков анализирует, кто стоит за нынешними протестами в Армении и к чему приведут протестные акции. Очевидно, что у карабахского клана больше нет шансов вернуться к власти в Армении. То, что он делает, скорее, много шума из ничего. Население больше его не поддерживает и не поддержит. Поэтому использование оппозиции Карабаха как инструмента в конечном итоге ни к чему не приведет. Конечно, этого портит нервы Пашиняну. Оставшая часть Карабаха в любом случае вернется в состав Азербайджана. От него осталась только маленькая часть, пока не подконтрольная Баку. Ну да, вот эта маленькая часть осталась еще. И вот еще информация, что эта территория уже не играет в Армении никакой роли, которую они играли до Второй Карабахской войны. Реальность в регионе изменилась. Россия настроена на окончательное решение вопроса. Владимир Путин, как мы помним, говорил, что согласно международному праву Карабаха – это Азербайджан. Путин-то говорил, что Карабаха – это Азербайджан. Но почему он здесь сделал военную базу с этими «1960» называемыми «миротворцев» в кавычках? Еще там рассадник терроризма, еще обстреливают азербайджанцев. Если бы Путин сказал, что Карабах – Азербайджан, он должен был уже сегодня дать приказ, чтобы вывезти этих «миротворцев» в 102 базу в Гемрю, как минимум, или лучше в Россию. Подальше от Азербайджана сказал, что Алихам Алиев – это ваша территория, мы убираем своих «миротворцев». Все, Карабах – это Азербайджан. Если он конкретно сказал, что Карабах – Азербайджан, должен убрать отсюда всех своих наемников, всяких там под названием «добровольцы», «миротворцы», еще какая-нибудь хрень собачья. Так что, говорю, Путин – это тот же пиздобол, он может говорить что угодно, но он, говорю, эту базу постарается до конца тянуть времени и оставить территорию за, как бы сказать, территорию Российской Федерации, потому что ему нужны базы на Южном Кавказе, а все эти его слова не стоят, как сказать, неломанного гроша. Это мое мнение, ну посмотрим, как будет складывать ситуация, я думаю, говорю, Азербайджану будет очень тяжело выкурить эту российскую базу, так сказать, которая здесь находится в Карабахе. Ну вот Марков говорит, что да, что со временем Путин как бы все реализует, что будет это все под контролем Азербайджана, я сомневаюсь. То есть, я не особенный, Марков, конечно, да, защищает Путина, все, ну посмотрим, как сказать, жизнь покажет. Ну вот Армения затягивает процесс открытия Зангизурского коридора. Как я и говорил вам, вот Зангизурский коридор, армяне то вроде что-то начали там чуть-чуть строить, как бы, и потом все застоприлось у них, такая информация. Азербайджанский министр отмечает, что конкретных результатов по вопросу Зангизурского коридора пока нет, пока нет никаких, передает Азербайджан. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Так, относительно переговоров по открытию Зангизурского коридора, который соединен с железнодорожным и автомобильными путями на Хичеванскую автономную республику Азербайджана с западными районами республики, Байрамов отметил, что конкретных результатов по данному вопросу пока нет. Армения под различным предлогом затягивает этот процесс, констатировал министрам. Ну и вот и все. С армянами договориться будет очень тяжело. На деле они, да, мы все откроем, мы все поможем, все построим, а все это нахер им не надо, я скажу. У них головная боль сейчас, Пашиняна, борьба за власть, а деньги влаживают, строительство, тут миллиарды их самых там, Тугриков, я не знаю, они, у них, наверное, кризис финансовый сейчас будет. Сейчас в Армении все, продовольствие дорожает, я думаю, бензин будет дорожать, нефть, газ, говорю, все продукты, и все, у них будет полнейший кризис. Страна не имеет ни газа, ни нефти, нищая страна, и они сейчас не знают, как выжить будет сейчас. Идет мировая переделка, как сказать, новый мировой порядок, Армения это будет на самом деле там. Им уже не до Зангизурского коридора, я скажу, точно. И вот Баку предупреждает, что у Еревана есть время до августа, вот, дали срок Баку, что армяне, давайте уже чешите репу, а то для вас все это кончится плохо. В Армении продолжает звучать странное обоснование, что Карабах никогда не может быть в составе части Азербайджанской республики. Так, несмотря на кажущие затишье последних недель ситуация вокруг Карабаха, а также на армяно-азербайджанской границе остается неоднозначной. Целый ряд косвенных факторов указывает, что армяно-азербайджанские противостояния только не забавляют темпа, но продолжают нарастать. Да, все правильно, речь идет об участившихся пограничных перестрелках. К счастью, в последнее время без жертв, пишет вестник Кавказа. Да, почти каждый день перестрелки одного армянина ранили, там он умер. Непонятно, говорят, то ли его сами армяне застрелили, там не разберешься. Ну, а армяне говорят, что это азербайджанский снайпер его убил. Так, мы уже отмечали в предыдущих публикациях, армянская страна начала на всех уровнях активно поднимать вопрос статуса для Карабахско-экономического региона Азербайджана. Это позиция, по которой официальный Баку отказался вести всякие переговоры. Если раньше эту тему армянская страна предпочитала обходить стороной, то сейчас она настойчиво заявляет о своей позиции. Я говорю, с армянами ничего не получится договариваться, только силы. Я вам говорил, что уже пограничники Яшму уже начали продвигаться сюда, вот тут заповедник армянский. И уже эту самую, как его, Сюник называемый, или Зангезур, начали освобождать. Потому что, да, пока сами не освободите, никто вам не поможет, азербайджанцы. Вы сами должны своими руками все освободить. И Путин этот, который макароны на уши всем вешает, всему миру. И он тоже этот, говорю, Карабах, только если силы его освободите, говорю, сами, с оружием в руках, только так. А поиначе тут ничего не будет, добровольно это ничего не получится. Вот такая информация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.